Сентября 41-го года на Москву наступают сразу три немецкие танковые группы. Фронт советской обороны прорван под Вязьмой, и в плену оказываются более 650 тысяч солдат и офицеров. Ведутся упорные бои под Можайском, Калугой, Боровском. 4 октября Гитлер заявляет, в эти часы на Восточном фронте происходят грандиозные события. Для него крайне важно, чтобы Квантунская армия поддержала действия вермахта ударом на Дальнем Востоке. Тогда положение русских становится безнадежным. Но Япония медлит. Она готовится к войне с новым противником – Америкой. Квантунская армия ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второе решающее наступление на Москву имеет кодовое название «Тайфун». Название, которое дал сам фюрер, полностью отображает дух операции. Стремительность, мощь, неотвратимость. Такой стальной таран ранее не применялся нигде, ни в Европе, ни в России. Смею заметить, операция разворачивается крайне успешно. Русские войска фактически уничтожены. Осталось всего лишь несколько потрепанных дивизий. И, как видите, дни войны сочтены. Притихли. Зачем мы вообще возимся с этими косоглазыми? Когда восточный поход почти завершен? Если есть вопросы, прошу, господа. Дам Хатерасубы, грубо говоря, уважаемый господин посол, услышать о сроках запрещения операции. Хотя бы предупредительных сроках. Могу назвать абсолютно точно дату седьмое ноября. Нас очень обрадовались, господин посол. Молчат. Утерли мы им нос. Мы восхищаемся подвигами наших арийских братьев на поле брони. И я уверен, что наша нация, нация Емото, будет готова к решительным действиям в нужный момент. И когда же этот нужный момент настанет? Сразу после того, как добрестная германская армия возьмет Москву. Или в корейном случае с Вердаловск. Ведь это произойдет после седьмого ноября. Вы бы ничего не хотите передать Вердалову. Передайте что мы своей душой с нашими арийскими братьями. КОНЕЦ Ну, что скажешь? Ну, кажется, что обстановка становится немного яснее. А по мне-то как раз все наоборот. Этот хитест Уззо, особенно молчаливые мумии Сугьямы и Дейхара, наконец, похоже, поняли, почему мы торопимся вступлением в войну. А действительно, почему? Все же идет так победоносно. На карте, да, на словах всегда все хорошо. Скажу. Не хотел тебя ограничать, но теперь скажу под величайшим секретом. Наши войска под Москвой терпят чудовищное сопротивление. Каждый километр стоит нам целых дивизий. Наступление замедляется, и это на третий день тайфуна. Слава Богу, у русских действительно почти не осталось резервов, ни живой силы, ни вооружения. Ты только подумай, что произойдет, если они все-таки перебросят. Под Москву дивизия особой дальневосточной армии. Этого мы не должны допустить. Ну, почему самураи стали вилять? Провал Блицкрига первого наступления на Москву сделали их весьма осторожными. Да и потом зима не загорали. Ну, их министр иностранных дел в этом самом кабинете два месяца назад… Господин Паршел, вы мне сами говорили, что японцы очень хорошо усвоили основы дипломатии фюрера. Да. А фюрер сказал, в политике я не приемлю никаких законов, политика – это такая игра. Хватит. Лучше скажи, что нам теперь делать. Мне кажется, надо проинформировать Берлин об истинном положении дел. Нет. Нет, и еще раз, нет. И решительно, нет. Воля ваша. Вы просили дать вам совет, я вам его дал. В Берлине все равно узнают. От вас, так от других. От Шлезингера, например. И вот тогда фюрер может подумать, что… Да, ты прав. Будет еще хуже. И что я должен сообщить? Ну, если коротко, то примерно так. Введение Японии войны против Дальневосточного фронта возможно не ранее весны сорок второго года. Дальневосточного фронта Войдите. Здравствуйте, господин полковник. Ты меня отвлекаешь. Говори быстро. Прошу разрешения на проведение морской операции по захвату радиста-шпиона. Ты у нас еще и моряк? Нет. Я обсудил проблему с начальником береговой охраны. Рассказывай. Предлагаю пустить вдоль берега, тут и тут, автомобильные пеленгаторы. А в море отправить катер с переносными пеленгаторами. Мы сможем загнать радистов, как рыбу в сети. Мы их обязательно поймаем. Идею с катером ведь ты не сам придумал. Наверняка подсказали в береговой охране. Хорошо. Но руководить операцией буду я. И штаб мы расположим не тут, а на пригорке. И в море отправим два катера. Слушаюсь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Есть сигнал со стороны моря. Выводи личный состав. Вот! Строится! В нашу задачу не входит задержание шпионов. Мы должны сориентировать отряды на берегу. Надо дождаться, пока они выберутся из лодки, выгрузят рацию, и только тогда их можно брать. Связь по рации. Слушаюсь, господин майор. Приступить к выполнению. Первый отряд направо. Второй отряд налево. Бегом! Проверь побережье. Ничего не упускай за внимание. Есть. Продолжение следует. Сколько discuss Зусенька, передача прекратилась. Избавьтесь от раций. Быстрее, Макс! Слушать дальше? Бесполезно. Сегодня они на связь больше не выйдут. Они оказались хитрее нас. Разворачивай. Хозяин! За мной! Бежим, бежим! Сюда! Быстрее! Сюда! Быстрее! Здравствуйте! Доброй ночи, господин! Откуда прибыл? В море выходил, рыбу ловить. А почему так поздно? Плохой улов. Рыбы что, совсем нет? Самая малость в корзине. Покажи. Доброй ночи. Подпишись. Доброй ночи. Тебе? Купить? Тебе? Тебе? Ничего подозрительного в море не видел? Нет, ничего. У нас остался последний передатчик. Перевозить его нельзя. Если будем работать из мастерской, нас накроют дня через два. Так, завтра выйдешь в эфир. Коротким сеансом скажешь, что мы уходим из эфира, пока не соберем новый передатчик. А связь? Связь через курьера. Хорошо. Едем. Вот. Это «Нью-Йорк Таймс». Знаешь, что там пишут? Нет. Понадобится чудо, которого не было со времен Библии, чтобы спасти красных от полного разгрома в течение короткого времени. «Они нас уже похоронили. Ну, что, сотворим чудо на злой империалиста, чтобы они навсегда забыли свои библейские чудеса?» Куба, а если это все-таки дезинформация? Ну, если зоргий ошибается? Смотри тогда, что получается. Мы перебрасываем сибирские дивизии к Москве, оголяем восточные рубежи, и именно в это время японцы и полезут на нас. Куба, откуда у тебя такая уверенность? Он мне сказал. Знаешь, пусть возьмут икону Казанской Божией Матери, и на самолете облетят всю Москву. Иосиф Виссарионович, ты что, серьезно? Очень серьезно, Климент Ефремович. В октябре 41-го года с Дальнего Востока отправляются военные эшелоны. Они спешат к Москве, туда, где решается судьба всей этой войны. Переброска 10 дальневосточных дивизий с тысячей танков и самолетов занимает всего три недели. Радистов из района Адзабу пеленгуют не первый раз. Однажды даже брали район в кольцо, но те улизнули. Здесь живет Макс Клаузен. Его документы недавно проверяли при выезде из зоны работы передатчика. Он ехал вместе с Зорге. Ты опять? Если он выйдет на связь хоть на 10 секунд, мы ворвемся к нему и найдем рацию. Как же мне надоело твое тупое упрямство. Сейчас мы его не упустим. Клаузен не дипломат и не нацист. Даже если ты ошибешься, скандала с немцами не будет. Действуй. Но имей в виду, если ты там ничего не найдешь, я добьюсь, чтобы тебя выгнали со службы. Так точно. Осаки! В случае неудачи тебе лучше поступить, как настоящему самураю. Совершить харакири. Неудачи не будет. Дальше... ... Продолжение следует... Продолжение следует... И очнить сроки канала связи, по которым будем передавать материалы. Когда у нас сеанс? Через пять минут. Отлично. Выйдем в эфир в последний раз. Рихард просил прекратить эфир. Ань, это займет не больше минуты. Уезжай. Господин майор, есть сигнал. По машинам. По машинам. Живее, живее. Иду, иду. Кто там? Откройте, пожалуйста. Откройте, пожалуйста, это полиция. Откройте, пожалуйста, дверь. Или мы ее сломаем. Это какая-то ошибка. Пожалуйста, откройте, это полиция. Иду, иду. Иду. Вам лучше выдать рацию добровольно. И не тратить время зря. Господин полицейский, может быть кофе? Приступайте к обыску. Есть. Вы совершаете большую ошибку. Здесь нет никакой рации. Что это? Лампа. Запасная лампа для радиоприемников. Они очень часто перегорают. Есть что? Ничего. Продолжайте обыск. Есть. Пожалуйста, пройдемте. Это какое-то недоразумение. Пошли. Вы что, оставьте сюда? Подойдите. Подойдите сюда. Посмотрите, что он сделал. Не мешайте, пожалуйста. Господи, может быть, здесь же ценные дороги. Посмотрите. Куда вы понесли портрет? Вам так это я не оставлю. Ничего. Ничего. Вы ответите за это. Мало того, перевернули. Все в доме. Все вещи испортили. Вы еще надругались. Надругались над портретом нашего вождя. Я буду жаловаться послу. Вас накажут. И вы за это ответите. Пошли. Пошли. Приношу извинения от себя лично и от полиции Токио. Завтра Кавайи доложит нашему полковнику и в управлении. Он будет требовать нашей крови. Если хотите, я возьму ответственность на себя. Скажу, что это была моя идея. Нужно все обдумать. Подготовиться к разговору с Хавайи. Никакого разговора не будет. Вы в какую машину сядете? Я пойду пешком. Пошли. Позвольте, пожалуйста, Николич. А зачем пришел? Может договаривались? Никаких встреч. У нас был обыск. Что? Все нормально. Я посмотрел, хвоста нет. Надо избавиться от рации. Останемся без связи. Будем работать по другим каналам. Справа себе принес? Да. Давай. Разрешите? Входи. Что у тебя? Пришел пакет из гестапо по вашему запросу. Ну, что ж, посмотрим. Может, у них есть что-нибудь на нашем золотое перо. Все-таки интуиция никогда меня не подводит. Есть что-нибудь интересное? Интересное? Да, это конец, Сергей. Конец вот у. Все настолько серьезно? Ну, вот, посмотри. Мать Зорги. Нина Кобелева. Русская. Во всех анкетах написано, что немка. Тут еще интереснее. Его двоюродный дед, Фридрих Адольф Зорги, был создателем первого интернационала, секретарем Карла Маркса. Так, может, и сам Рихард? Ты удивительно догадлив, Клаус. Рихард Зорги – член Коммунистической партии Германии с 1924 года. Как же он сюда попал? Как прошел все проверки? Об этом, я полагаю, надо спросить этого в выскочку Шелленберга. Это он его проверял. Какой скандал? Отдать приказ о срочном аресте Зорге? Ни в коем случае. А вдруг так окажется, что старина Отт тоже коммунист? Докладывайте мне о каждом его шаге. Слушанец. Слушанец. Доброе утро, господин полковник. Здравствуй, садись. Сегодня вечером в президентском дворце большой прием. Я уезжаю к дочери, она родила мне внука. Поздравляю, господин полковник. Отправляйся на прием вместо меня. Если честно, я не люблю большие компании. Приходил твой лейтенант, оставил рапорты. Опять жаловался, что ты работаешь по ночам. Отдохни. Мне не надо, я не устал. Тебе решать. Я вас понял. Спасибо. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Вам, как журналисту, это интересно? Разумеется... Извините... Я сейчас вернусь... Что вы задумали? Ничего... Это касается... Работы... Я вам не верю... Прошу вас... Оставьте меня в покое... Вы ведь порядочный человек... Представляете, что он так и предсказал... Мне надо его дожать... Простите... А у меня для тебя сюрприз... Здравствуйте, Рихард. Вы нас совсем забыли... Добрый вечер, Шаот. Когда вы вернулись? Не давай Рихарду скучать... Я скоро вернусь... Почему ты вернулась? Мне казалось, что мы уже все решили... Знаю... Знаю... Знаю, Рихард... Ничего не могу с собой поделать... Переоценила свои силы... Здесь очень неудобно об этом говорить... Помнишь нашу квартиру в городе? Я буду там завтра с двух до шести... Я приеду... Ощ webinars... Субтитры создавал DimaTorzok У меня секретная миссия Вы просто безумны Вы живете с немецким гражданином Рихардом Дзорги Он связан с врагами Японии, шпионами и предателями Вы можете помочь своей стране Я уже говорила и повторяю, я не верю вам Разговор касается Гельмы Отт А она тут при чем? По нашим данным, именно она является зарубежным резидентом в Токио Дзорги всего лишь ее орудие Это страшная и опасная женщина Она использует мужчин В своих шпионских целях Сначала своего мужа, потом Дзорги У нее темное прошлое Что вы хотите сказать? У Дзорги в доме или в другом месте должен быть тайник или сейф Уверен, что вы знаете, где он находится Достаньте оттуда бумаги и принесите нам Хотя бы на пару часов Ваш немец нас не интересует, только она Это и вам выгодно Если мы ее посадим, ваш красавец останется с вами Я не стану этого делать Субтитры сделал DimaTorzok Прости, я опоздала Эгин позвал каких-то итальянцев Пришлось их принимать Но они выпили и поехали на побережье Я так много думала в последнее время О детях, об Эгине, о своей жизни И поняла, что без тебя это все не имеет никакого смысла Дети меня поймут, мы можем уехать с тобой куда угодно А с тобой мне совершенно все равно куда ехать Ты почему-то так смотришь? Ничего не получится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Немецкое посольство, здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Прошу прощения, я хотела... Что вы хотите? А, да, я хочу... Вы не соединитесь с господином Зорги Господина Зорги нет в посольстве А? Я не видел его с самого утра С утра не видели? Ах, вот как... Ясно, спасибо Не за что, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, привет, родная Я все понимаю Но вначале меня продержал на совещании в посольстве Отт Потом я просидел безвылазно в редакции и готовил новую статью Я был в кинотеатре Еще сегодня есть ночные сеансы, так что... Мы можем успеть Благодарю Мой господин Рихард Рихард Скажи Рихард Рихард С утра рано, на работу Давай завтра пойдем Ты правда не сержишься? Правда не сержусь Ну, хорошо Завтра так завтра Пойду еще поработаю, пока есть время Ладно? Благодарю 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 КОНЕЦ Я сегодня вернусь около шести, заодно заведу в кинотеатр. Возьму винеты. В Берлине чат уже запрещен, а здесь его еще показывают. Спасибо. Гарантирую, что мы будем смеяться. Да, мой господин. Рихард. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тут все, что вы просили. Не нужно вернуть это до пяти. Принесёте в ресторан в четыре тридцать. Ханако! Вам не в чем себя винить. Вы правильно поступили. Пили. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok